Вы могли заметить антирадар. Без него здесь никак. Дорога идеальная. Дорога ровная. Я вспомнил как мы ехали с Экспо. Не дай бог. Там везде объезды. Естественно, эту дорогу только строили. У нас нету круиз-контроля. Эта машина древняя короба. 14-го года. Кстати, 14-го. Ехали мы 17-го. Ни круиз-контроля нету. Этот скоростной режим невозможно выдержать. Нога в педали. Но тут, по идее, оказывается, не нужен идти радар. Тут куча всяких доброжелателей. Спасибо, конечно, им огромное. Вот молодец. Братан. Спасибо. Ну, и мы также тоже всех предупреждаем. Про гаишников. Потому что, опять тоже, ну, как без фильмов. Видите, я когда монтирую фильмы, обязательно у меня идёт фоном. Я его и не смотрю. Но фильмы делают. И когда более-менее интересный, мне даже самому интересному рассказать. Аутсайдер, он тоже недавно вышел. Питерские там все актеры. Питер это вообще город по-братиму Скаменогорска. Потому что мы сами живём практически в Питерском районе. Я ещё раз вам скажу. Он с Аркой. Практически Питерская архитектура. А она и есть, да. Питерские архитекторы делали. И ДКМ делали. Питерский архитектурный институт. И вот там про всю ментовскую... Ну, какая разница? В России, Казахстан, всё везде одинаково. Может, в Америке там по-другому. Хотя и в Америке тоже. В Америке единственное, что хорошо, они вот путешественников, они всегда отпускают американские полицейские. Хотя гоняли за нами два раза. Два раза. И отпустили. Это удивительно. Они единственное посмотрели, когда наше удостоверение. И такие говорят. Пакистан, Афганистан. То есть, Казахстан, они... Трудно воспроизводится у них в голове. Они не знают даже такого государства. И отпустили. Хотя мы нарушили там конкретно. Ну, слава Богу, не я был за рулём. Там два чутника были. Они там у себя били в грудь. Вот. Я не нарушал. Я при них за руль не садился. Но, тем не менее. Что... Ну, сильно всё равно коррумпирована эта организация. Вся полиция. И дай Бог вам нарваться на нормального полицейского. На адекватного. А если, не дай Бог, на неадекватного. Или он в плохом настроении. Вы представляете, сколько он может вам проблем наделать? Поэтому... Встречаться с полицейскими у нас в Казахстане просто... Ну, нежелательно. И нарушать тоже нежелательно. И антирадар он практически не нужен. Видите? Все предупреждают. Вот мы этого не предупредили. Я надеюсь, он скоростной режим не нарушает.